В этом фрагменте я хочу рассказать вам о некоторых наших американцах, которые добились за пределами своей родины блестящего успеха. Этих людей гораздо больше. Я же выбрал всего несколько человек, всего несколько примеров. Итак, впечатление второе. Этого молодого человека зовут Александр Борогинский. Уехав 12 лет назад из Союза, он к своим 27 годам стал известным специалистом в области международных финансов и директором торгового отдела Объединенного банка Швейцарии в Нью-Йорке. В Колумбийском университете читает лекции о том, что такое рынок акций и ценных бумаг и как надо получать капитал от населения. Общаясь с Борогинским, я все думал, кем стал бы к 27 годам этот сын врача районной санэпидемстанции, будь он сегодня в Союзе. Среди русских американцев вы, наверное, один из немногих, кому к 27 годам удалось достичь такого положения здесь. Как вам удалось это добиться? Положение, понятие растяжимое. Для меня то, что я достиг, это прекрасно, потому что я хотел, шел к этой цели постепенно. Кто-то открыл сеть прачечных или магазинов, которые продают газеты, в своем кругу он достиг своего положения. Мне всегда хотелось зайти в банковское дело и стать банкиром. Могу ли я спросить вас, что бы это услышали наши телезрители, ваше финансовое положение, то, чего вы добились за 12 лет, живя в Америке? Относительно, это ничего особенного. Американцы говорят, что если вы зарабатываете столько, сколько вам лет, в тысячах, то это уже хорошо. Я зарабатываю в 2,5 раза больше, чем мне лет. То есть моя основная зарплата составляет чуть меньше 60 тысяч, но как консультант в банке, относящийся к департаменту, который торгует на бирже, мы получаем компенсацию плюс к зарплате процент от нашего чистого дохода, который мы приносим в банк, который составляет от года к году, варьируется где-то от 10 до 40-50 тысяч. И таким образом сколько же всего? Если был хороший год, то около 100 тысяч получается. У вас своя квартира? Ну, я арендую квартиру. Сколько комнат? Гостиная, спальня и еще одна комната, в которой, в принципе, ничего нет. Там стоит аппарат для упражнений и диван для гостей. Вы недавно женились? Полтора года назад. Детей есть? Нет, детей еще нет. Но будут? Планируем, но не сегодня, еще год-полтора подождем. Из-за чего подождете? Я считаю, что я еще не созрел, чтобы быть папой, и я считаю, что моя жена еще не созрела, чтобы быть мамой. Он завтра, что у меня машина там стоит. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...